Уважаемые студенты третьего курса мы продолжаем изучение курса вспомогательные исторические дисциплины и на прошлой лекции мы с вами начали изучение темы историческая хронология и последний вопрос который мы рассмотрели в тот момент это были астрономические основы календаря сегодня у нас на очереди следующие три вопроса это особенности систем счета времени или календарей у различных народов понятие эра политическая легендарная лимитическая и религиозная а также вопрос о поясном и декретном времени к тому перечню литературы рекомендуемые о котором я говорил в прошлый раз я могу сегодня добавить еще несколько работ эта работа исследователя комменцевой под названием хронология это книжка ермолаева историческая хронология очень известный исследователь леонтьева написала работу под названием палеография хронология археография и геральтика издана в москве в 2000 году и наконец в моей библиотеке есть очень редкое раритетное издание это книга россовской под названием календарная даль веков москва 1936 год издания есть у нас занятия в этом семестре все-таки будут в аудиторной форме эту книжку вам принесу обязательно покажу мы посмотрим на очень очень интересная итак начинаем с первого вопроса на сегодня особенности систем счета времени календарей гуратических народов изучение истории календарей их астрономических основ позволило объединить их в три группы лунные лунно-солнечные и солнечные лунный календарь один из древнейших он был известен еще в четвертом третьем тысячелетиях до нашей эры его бытование зафиксировано в истории многих народов мира определение продолжительности календарных месяцев в нем связывалось только с изменением фаз луны каждый месяц начинался с новолуния и длился попеременно 29 и 30 суток а 12 лунных месяцев составляли год поскольку лунный месяц мы помним да с прошлой лекции выражался не целым числом а составлял 29 суток 12 часов 44 минуты и почти 3 секунды то есть приблизительно около 29 с половиной суток то в лунном году содержится 354 целых и 367 тысячных суток то есть примерно 354 дня но календарь должен как мы понимаем оперировать целыми числами отсюда еще в древности в обычном простом году считали 354 суток а накапливающуюся разницу ликвидировали почему вы путем увеличения года на одни сутки таким образом високосный год календаря состоял из 355 суток то есть каждые четыре года набегал один високосный год то есть год в котором насчитывались вот эти лишние триста пятьдесят пятые сутки как мы видим год по лунному календарю короче года по солнечному более привычному нам примерно на 11 иногда 12 суток это приводит к тому что новогодие лунного календаря скользит относительно не только солнечного календаря но и по отношению к природным сезонам лунный календарь был мало пригоден для землетических цивилизаций потому что ежегодно он опережал природные явления на 11 дней если предположить качестве примера что в каком-то году начала года по лунному календарю совпало с 1 января то следующее такое совпадение могло обнаружиться лишь только через 33 года следующий тип календаря это луно-солнечный календарь это этот вид календаря объединяет совмещает себя особенности и солнечного и лунного календарей он может рассматриваться как своеобразный переходный от лунного к солнечному календарю поэтому много мы о нем говорить не будем он фактически настоящее время никак и никем не используется теперь солнечный календарь он основан на видимом годичном движении солнца год из 12 месяцев в нем составляет 365 или 365 с четвертью суток математический расчет любого солнечного календаря должен максимально приближать календарь к истинному значению астрономического года неудивительно что человечество двигалось к современному григорианскому календарю многие столетия и даже тысячелетия и каждый шаг становился возможным только на основе накопления астрономических и математических знаний самом деле целые века ушли на установление более или менее точного значения тропического года это дало возможность усовершенствовать календарь таким образом что уже в древнем египте считали в году 365 суток однако такой год опережает тропический на пять часов 48 минут и 46 секунд то есть настолько раньше закончится в следующем году разница увеличивается вдвое и так далее если вставлять сутки каждый четвертый год то разницу можно свести к минимуму действительно за четыре года набегает 23 часа 15 минут и 4 секунды но как бы ни была близка эта величина к суткам то есть 24 часам она меньше суток следовательно дополнительные сутки на которые увеличивается каждый четвертый год лишь приближали к желанной цели календарный год к астрономическому году но ни в коей мере полностью не снимали этой проблемы с течением времени разница накапливалась и вновь давала о себе знать а с веками увеличилось все больше таким образом перед человечеством стояла непростая задача которую пытались решить разными путями среди предложений встречались и такие радикальные как отказаться от привычного деления времени оставив единицы измерения только сутки которым присваивать порядковые номера именно такой проект выдумал французский ученые жорзевска легер в конце 16 века и хотя наш григорианский календарь является гораздо более точным нежели его предшественники все равно задача до конца не снята следующий вопрос очень интересный понятие эра политическая легендарная или мифическая и религиозная обращаясь к опыту народов по счислению времени не трудно заметить что несмотря на различия отчет велся от какой-либо отправной точки эта точка носит название эра эра или эсга это латинское слово и переводится как исходное число эра условно но с ее помощью народ ориентировались и продолжали представлять себя во времени за точку отчета брали события которые вы либо действительно имели место либо были заимствованы из преданий и мифов на этой основе в исторической хронологии создана классификация и так существует несколько эр да политическая или конкретно историческая эра само наименование указывает на то что основание эры лежат реальные события например эра известная под определенными годами правления архонтов в греции или эра консулов в риме дата вступления на трон правителя тоже могла быть точка отчета календарной системы например на древнем востоке эра вивилонского царя на бонассара или в европе средних веков эра римского императора диоклетиана с 29 августа 284 года в китае мы знаем да что там считали эры от начала правления каждой очередной династии легендарная или мифическая эра примером может служить эра олимпиад древней греции первой из которых состоялась 1 июля 776 года до нашей эры эра вошла в обиход в третьем веке до нашей эры и бытовала до конца четвертого века нашей эры другая эра от основания города рима точка отчета 21 апреля 753 года была введена в риме в первом веке нашей эры и применялась европе вплоть до конца 18 века наконец еще одна очень распространенная популярная эра религиозная эра в качестве примера выступает наша эра то есть эра от рождества христова ее концепцию в шестом веке разработал монах дионисий малый но вот в употреблении она вошла только в 15 16 веках еще одно второе название нашей эры эра дионисия до эра от рождества христова в христианском мире была распространена эра от сотворения мира ученые разных стран пытались определить на основании библии когда же именно господь создал землю и все остальное неудивительно что даты не совпадали и христиане пользовались разными эрами от сотворения мира например в византийской империи считали что начало мира приходится на 1 сентября 5509 года до рождения христа антиохийская эра от сотворения мира берет начало в 5969 году до нашей эры александрийская в 5493 году до нашей эры а католическая в 4004 году до нашей эры в иудейской религии эра от сотворения мира точнее от адама приходится на 7 октября 3761 года до нашей эры а мусульмане во всем мире до сих пор используют эру хиджиры это как мы знаем события связаны с исходом пророка мухаммеда из мекки в медину эра хиджиры датируется 16 июля 622 года разнообразны и новогодия то есть точка отчета каждого последующего года календаря нам сейчас привычно конечно же январская новогодия то есть новый каждый год начинается у нас 1 января так вот январские новогодия уходят своими корнями в историю рима с началом января от нам приступали к отправлению своих полномочий вновь избранной консулы другой новогодия мартовская она ориентирована на весеннее равнодействие то есть что-то наподобие нашего науруза сентябрьское новогодие с первого сентября известный из истории византии именно тогда начинался очередной финансовый год из византии сентябрьское новогодие перешло на русь где бытовало с 1492 по 1699 годы эти больше 200 лет еще одно достаточно привычное рождественское новогодие то есть с 25 декабря то есть от рождества христова широко применялось в средние века в странах западной европы есть ещё одна пасхальная новогодия связаны с главным христианским праздником пасхой это новогодие перемещалось в определенных границах не выходя за рамки весны скользящие скользящая новогодия определялось изменением начала дата начала года по отношению к тропическому году пример новогодия лунного календаря год полонному календарю так мы знаем короче солнечного и в течение 33 лет это новогодие будет перемещаться по отношению к слоочному календарю, пока не вернется к исходной точке, а затем все повторится. Человечество изобрело неделю как единицу измерения времени уже давно. А неделя, кстати, в истории не всегда равнялась семи суткам. История знает и пяти, и даже десятидневную неделю. Семидневная неделя берет начало только в первом веке, со времени правления императора Августа. А вот воскресенье, седьмой день недели, когда мы привыкли отдыхать, установил как день отдыха по заповедям Христа император Константин Великий в 321 году. И, наконец, вопрос о том, когда заканчивается, когда начинаются очередные сутки. На этот вопрос ответ должен быть точным и одинаковым во всех странах во избежание путаницы. Международным соглашением установлена граница, с которой начинаются сутки. Граница, считают меридиан, 180 градусов. Одна проведена таким образом, что нигде не касается суши. То есть проходит только по морю. И, наконец, в конце небольшой вопрос поясное и декретное время. В 1878 году канадец Флеминг предложил навести порядок вычисления времени путем специальных международных соглашений. Предлагалось разделить весь земной шар на 24 часовых пояса, согласно привычному числу часов в сутках. Деление от 360 градусов на 24 дает 15 градусов. Именно такова ширина часового пояса каждого из них. И первым поясное время вели США и Канада в 1883 году. В начале 20-го столетия поясное время распространилось в странах Европы, а с 17 января 1924 года было введено и в России. Отчет ведется от меридиана, проходящего через Гринвичскую обсерваторию в Англии. Он и считается нулевым или Гринвичским меридианом. От него возрастание счета идет к востоку. То есть плюс один, плюс два и так далее вплоть до 24. Через поясное время выражается так называемое местное время. Каждый из нас с ним знаком. Ежедневно при подаче сигналов точного времени по радио диктор сообщает, который час в столице и местное время в регионах страны, лежащих в других поясах. Местное время необходимо для нормального функционирования народного хозяйства любого государства. Рассматривая поясное и местное время, можно обнаружить, что часовые пояса не всегда соответствуют меридианам, по которым они проходят, но учитывают административные границы. Это понятно, не может один и тот же субъект какой-либо страны пользоваться разным временем. Ну не может быть, чтобы в городе было одно время, а в пригороде другое, да? И наконец, декретное время вводится обычным распоряжением правительства, согласно которому счисление времени по часовым поясам сдвигается в ту или иную сторону на час. Обычно это делается весной и осенью. То есть существует так называемое зимнее время и летнее время. Считается, что таким образом увеличивается световой день и достигается благоприятный режим для экономики страны. Впервые декретное время было применено в США и Европе в 1920-х годах. В Советском Союзе декретное время было введено 16 июня 1930 года. Тогда стрелки часов перевели на один час вперед, и Москва вместо второго часового пояса стала жить по третьему. Еще недавно на стране тоже существовало это деление, потом его отменили. Ну и в конце лекции, как обычно, контрольные вопросы. Итак, первый из них. Сколько суток насчитывается в лунном году? Второй. Как называется год, в котором на одни сутки больше дней, чем в обычные годы? Как переводится латинское слово «эра»? Четвертый вопрос. Кто разработал концепцию эры от Рождества Христова? И, наконец, пятый вопрос. Когда началась эра Хиджры? Благодарю за внимание. Увидимся на следующем видео.